И люди приезжие, и местные жители знают, что в этом симпатичном доме живет жестянщик. Много тут железных предметов, изготовленных своими руками. Почтовый ящик, письма, очень удобно. Можно ключи оставлять даже от дома, в деревне. Урна, чтобы можно было бросать окурки. Номерной знак, то есть сапожник не без сапог, как говорят. Крытая ограда служит Вячеславу мастерской, где рождаются всякие идеи. Что он может изготовить, перечислено в отруке написанном прайсе. Совок, дымник, флюгер, трубу, желоб, почтовый ящик. Вот если я к железу не подойду, допустим, в день хотя бы раз не подойду к железу, чем-нибудь не отрежу, я считаю, что я заболел, болею я. Это болезнь уже. То есть железо меня тянет, я магнит, меня притягивает. За какое бы изделие ни взялся художник по железу, все получается красиво. А что нужно для работы? Специальные станки и ножницы. А еще умение правильно пользоваться инструментом. Да, держать ножницы самое главное, чтобы было удобно резать. Чтобы рука не уставала и как бы идет движение туда-сюда, туда-сюда. Вячеслав и знать не знал, что ремесло, которым обучал его дед в 13 лет, будет приносить в будущем небольшую, но все-таки прибыль. У Вячеслава пятеро детей, старшему 20, младшему полтора года. Сегодня папа – единственный кормилец в семье. Ну, то, что деньги в дом приносится, это правда. Это на самом деле его основной заработок. Ну, как я его поддерживаю? Помогаю, загибать помогаю. Клотить, конечно, у меня сил не хватает. Морально поддерживаю. Лист оцинкованного железа стоит 790 рублей. За колпак или за плюгер мастер берет по 200 рублей. Из листа получается 10 колпаков. Прибыль выходит копеечная, но, по мнению семьи, на хлеб хватает. Движения мастера настолько оточены, что за 5 минут может появиться на свет совок для золы. Ну вот, совок готов. Прорвемся? Сожалеет Вячеслав, что работы его сезонные. В основном заказы поступают весной и летом, немного осенью. С приходом зимы возникает пустота. Но и в это время года в своей насквозь продуваемой ограде ставит слава печку-буржуйку и начинает, как он говорит, колотиться для души. Ведь он жестянщик, и жизнь его – сплошная жесть. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.